О том, что в семье Алексея и Юлии Наймитовых будет особый ребенок, родители, конечно, не думали. Теперь у них подрастает трехлетний Гена, маленький пациент психоневрологического санатория Искорка. Здесь он проходит курс лечения ДЦП. Но сегодня у него не будет процедуры, и он может спокойно сидеть на маминых руках, смотреть на сверстников ребят постарше. Родители их необычных малышей собрали на мастер-классе. Мамам и папам новые знания, деткам знакомство друг с другом. Для каждого ребенка надо не только давать какую-то отдушину от всех лекарств, от всех уколов, чтобы каждый ребенок здесь растворялся, отдыхал, как-то улыбался и радовался. Это все хорошо, и надо чаще, и больше, и радостней, чтобы было для всех. О методах лечения ДЦП в Кузбассе на мастер-классе родителям рассказывают областные медики. Для большинства людей ботокс – мейнстрим в косметологии, модная процедура, которая морщины уберет и губы увеличит. Но те, кто столкнулся с проблемой детского церебрального паралича, знают это средство как эффективное лекарство. Для лечения ДЦП оно используется в Кузбассе 10 лет. Они помогают снизить спастичность, уменьшить болевой синдром, улучшить самообслуживание детей, ну и, соответственно, улучшить качество жизни. Долгосрочной такой целью является уменьшение дегенерации мышц, потому что мышцы, которые не работают, они атрофируются. И вот применение этих препаратов, ботулинотерапия, оно позволяет уменьшить развитие контрактуры, а, соответственно, уменьшить число хирургических вмешательств. Это очень важно для детей, страдающих нарушениями движения. Медики добавляют от ДЦП, никто не застрахован. Заболевание – это не наследственное, зачастую им страдают недоношенные детки. Лечить таких малышей нужно упорно и систематически. К примеру, ботулинотерапия, то есть инъекции ботоксом, эффективна, если ребенок получает их минимум дважды в год. Однако важно помнить, что с помощью одних лишь медикаментов исцелить ребенка нельзя. Детям необходима и родительская поддержка. Тогда период реабилитации может существенно сократиться. Анна Печенегова, Виталий Федоров. Новости моего города.